Самат Демиров до СВО играл в хоккей в дворовой команде. После записался в профессионалы, но только в слэдж-хоккейную команду «Лада Тольятти». За его плечами уже шесть турниров. На тренировку правого защитника до сегодняшнего дня из Красного Яра возили друзья. Теперь мастер будет ездить в Автоград на своем автомобиле. Фонд защитники Отечества подарил ему новенькую «Ладу». В госпитале я узнал, что можно заниматься слэдж-хоккеем. Потом далее я узнал, что в нашем регионе уже это развивает, вид спорта. Я там получаю позитив, заряд энергии. Ребята все свои уже, как одна команда мы взаимодействуем. Тем более такая поддержка есть. Автомобиль, да, комфортный, управление хорошее. Доступный автомобиль для бытовых, но более мобильным будут. Те же самые поликлиники, магазины. Удобно будет. Иван Черноморец, как и Самат Демиров, прошел переподготовку в автошколе ДСААФ и получил новые права на автомобиль. Теперь мирная жизнь будет налаживаться еще быстрее, уверен ветеран СВО. Чтобы как-то лучше чувствовать себя в социуме, самому добираться до нужных мест. В любом случае, не зависеть ни от родителей, ни от жены, стать более самостоятельным. Кроме автомобилей, Демиров и Черноморец получили удостоверение ветеранов боевых действий. Теперь они могут в полной мере пользоваться заслуженными льготами. Такие же документы вручил вице-губернатор Александр Фетисов еще полсотни участников СВО. Это наши земляки, которые вернулись, удостоены боевых наград, с ранениями. И судьба каждого из них для нас очень-очень важна. Человек может быть совершенно отважным в бою, настоящим боевым товарищем. А когда приходят в мирную жизнь, конечно, нужно помогать. Мир и поддержки ветеранов СВО в регионе выстроены на нескольких уровнях – федеральном, областном и местном. Объединяет всю работу фонд «Защитники Отечества». В эту организацию за последнее время поступило 25 тысяч обращений. И почти все проблемы были решены. Впереди у фонда «Защитники Отечества» совместно с региональной властью достаточно работы в этом направлении. Три основных принципа – это, во-первых, законотворчество, это адресная помощь и индивидуальный подход, это полнота охвата и доступность получения всех мер поддержки в тех муниципалитетах, на тех территориях, где проживают наши ребята. Мы уже до конца года постараемся охватить абсолютно все города и районы нашей Самарской области, чтобы на каждой территории уже работал социальный координатор. После чествования ветеранов СВО на заседании межведомственной комиссии обсудили, как улучшить работу в регионе по поддержке и социальной адаптации вернувшихся бойцов и их семей. Например, обучить новым профессиям, принять на работу в органы власти, проводить патриотическое воспитание среди молодежи. Андрей Бессонов, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.